всем привет с вами дмитрий урсул в этом видео хотел бы ответить на часто задаваемый вопрос как работает в лоджике функция фриз и вообще какие у нее особенности для чего она нужна но дело в том что функция фриз она в первую очередь создана для экономии ресурсов компьютера то есть когда у вас очень большой перегруженный проект особенно это касается синтезаторов меди инструментов они бывают очень требует большого ресурса компьютера процессора чтобы обработать все это в реальном времени и воспроизвести звук соответственно появилась функция фриз который может скажем так заморозить трек и воспроизводить его до тех пор пока вы не сходить что-то в нем поменять то есть например вы записали какие-то партии синтезаторов меди ходите на проработать с вокалом у вас уже все просто останавливается спотыкается проекты еле-еле играет но при этом вы еще не готовы переводить все в аудио то есть вы не готовы избавляться от меди то есть есть вероятность что вы заходить что-то поменять что-то отредактировать и вот в таких как раз случаях функция фриз очень помогает то есть когда еще проект не на финальной стаде а я напомню я всегда это во многих видео говорил и продолжаю говорить я всегда приверженец того чтобы когда вы закончили работу над аранжировкой и уже хотите двигаться дальше я советую сохранять отдельную копию проекта и в ней переводить все меди в аудио то есть чтобы не было меди инструментов а все мини инструменты были ну скажем так напечатаны или переведены в аудио формат преимущество этого я наверно расскажу в отдельном видео посвящу этому потому что много нюансов которые стоит обозначить но так или иначе это же что касается как готовы аранжировки но в процессе работы и когда ресурсы компьютера не позволяют функция фриз очень полезно и так что же делать с функцией фриз на практике по сути у вас в папке проекта я например использую именно папочный режим сохранения проектов то есть не пэкач а именно фолдер и у меня вот здесь есть собственно папка с аудио файлами где есть аудиозаписи какие-то там использованы в проекте и вот есть папка фриз файл она сейчас пустая по что у меня здесь нету нигде фриза то есть по сути как бы физически это происходит так что у вас как вы переводите трек в режим фриз у вас скажем так фоновом режиме создается в файл и по сути дорожка играет и воспроизводится этот в файл который будет помещен здесь в папке фриз как только вы захотите обратно раз фризить скажем так разморозить этот трек у вас этот файл исчезнет до тех пор пока вы заново его опять не заморозить и ну думаю что с этим понятно и так как включить функцию фриз по умолчанию она отключена в лоджике то есть ну точнее и кнопка отключена для этого у нас есть можем control клик кликнуть по любому из треков и здесь есть такая закладка конфигура то есть конфигурировать то что у нас здесь отображается и у нас есть есть кнопка фриз и таким образом у нас вот появилась кнопка фриз и давайте попробуем ее нажать сразу скажу что для в этом случае у нас скажем так запишется вот в наш этот фоновый вайф файл все настройки проекта то есть если мы например здесь поставим плагины ну соответственно наш синтезатор конечно же он также будет записан файл и вы ничего не сможете поменять на этом треке вот я сейчас включил фриз вот сейчас происходит фризинг и соответственно в данный момент то есть вот создался фриз файл он создался формате и а.ф. то есть не вов но по сути это одно и то же и именно он сейчас и воспроизводится то есть на фризом канале у нас воспроизводится вот этот файл который находится в папке фриз файл в папке проекта с таким образом если захочу здесь что-то принять вот я навожу мышку и мне показывает что у меня дорожка заморожена я просто не могу даже открыть синтезатор по сути он сейчас просто не активен то есть он выключен чтобы освободить процессор от использования ресурсов то есть таким образом я даже не могу ничего подредактировать то же самое касается плагинов то есть я не могу поставить новые плагины я не могу их поменять я не могу изменить настройки потому что все записано в тот самый а и файл который на создался папке естественно здесь ничего кроме громкости менять не можем ну думаю что это понятно таким образом если мы захотим что-то поменять в дальнейшем например то есть мы поработали проектом доделали сделали полную аранжировку и после этого мы решили что поменять мы можем его сделать разморозить что-то сделать какие-то изменения опять заморозить если это нужно то есть опять же вы не сможете не только редактировать сам канал и настройки вы также конечно же не сможете редактировать что-либо в самой области трековой то есть вы не сможете понять меди вы не сможете ничего менять местами по что по сути этот трек как уже понятно просто заморожен вот поэтому есть какие то вы попытаетесь сделать машинами действия лоджик он сразу скажет что этот трек заморожен хотите ли вы его разморозить чтобы провести какие-то действия ну и когда вы выбираете on freeze то у вас трек обратно превращается в обычный размороженный трек и вы можете уже что-то делать что-то менять то есть так работает freeze и вот в таких ситуациях он собственно бывает и нужен а в остальном в принципе можно обойтись и без него если ваш компьютер позволяет и ваш проект загруженность вашего проекта позволяет работать без каких-либо проблем ну что в этом видео все с вами был дмитрий урсул задавайте обязательно свои какие-то вопросы самые интересные обязательно да на них ответ вот видя такого видео формата увидимся в следующем видео всем пока